Сейчас, пожалуйста, в качестве представления своего мнения приглашаем Игоря Викторовича Берлиева в качестве мнения хирурга в отношении этой клинической ситуации. Просим выступить. Потом у нас будет выступать Светлана Викторовна Хохлова в качестве ее мнения химиотерапевта. И далее будет выступать Анна Александровна Сидорук в плане вообще возможности сохранения репродуктивных функций в сочетании с злокачественными опухолями. Дальше опять будет повторное голосование и дискуссия. Уважаемые коллеги, позвольте тогда несколько слов по этому случаю. На самом деле, если говорить сегодня о сочетании рака шейки матки и беременности, это, к счастью, не такая, может быть, каждодневная проблема для нашей практики. Но вот на сегодняшний день один на 2-10 тысяч беременных, один случай встречается в практике кушеров-гинекологов и онкологов-гинекологов. Но именно эта проблема на сегодняшний день является главной, потому что нам нужно будет принимать решение о лечении из злокачественного заболевания. Ну и сегодня пациенты от нас уже просят дать определенные рекомендации по сохранению беременности. Мы с вами живем в период, когда, по сути дела, в настоящее время не существует каких-либо принципов больших, которые и мнения в отношении клинического введения, особенно в случаях, когда диагноз подтверждается до 20-недельного срока. И, конечно, факторы и срока регистации, и необходимость сохранения беременности, она определяется еще и с желанием пациентки сохранить беременность, ну и критериями жизнеспособного ребенка. Они в последнее время изменились, и обратите внимание, это срок 22 недели, это рожденные дети с экстремально низкими показателями жизнеспособности. Какие на сегодняшний день существуют рекомендации по введению беременности у больных раком шейки матки? Ну, в зависимости от стадии заболевания. Первая А2, первая Б, вторая стадия. Обратите внимание, в основном это подходы, которые либо ведут к радикальному лечению с потерей беременности, либо пролонгирование беременности с проведением, вернее, с досрочным родозрешением и с последующим проведением адювантного лечения. У пациентов распространенными формами рака шейки матки, во сути дела, это все технологии, которые приводят к потере беременности, либо рождению нежизнеспособных детей. Какие возможности на сегодняшний день существуют сохранения фертильности в случае инвазивного рака шейки матки? Если мы с вами говорим об уровне доказательности, то на сегодняшний день все методы ведения беременности и лечения рака шейки матки в этой ситуации, они относятся к низкому уровню доказательной медицины. И, по сути дела, сегодня то, что мы имеем с вами, это публикация, случай контроля или публикация на небольших количествах наблюдений. В этом отношении я хотел бы сослаться, может быть, на более крупные метаанализы, которые опубликованы Филиппом Моррисом. И хочу заранее сказать, что в мае мы планируем как раз конференцию по органсохраняющим методам лечения у онкологических больных. И как раз-таки, насколько я знаю, Филипп Моррис будет принимать участие в работе этой конференции в май месяц, 2020 год. Наиболее большой его метаанализ. И обратите внимание, лимфатические узлы – это, собственно говоря, основная точка, которая определяет в какой-то степени прогноз и исход онкологического заболевания. У пациентов, у которых верифицировано отсутствие метаанетических поражений в лимфоузлах, относятся к более благоприятному прогнозу. И у пациентки с измененными лимфатическими узлами, конечно, более худшая прогнозическая группа. Мы в своей работе много сейчас в последнее время уделяем внимание изучению сигнальных лимфатических узлов. Не с позиции, мы не уменьшаем объем лимфодисекции у больных раком шейки матки, но мы видим в этом определенную перспективу и показаниях, и индивидуализации лечения. Обратите внимание, вот это наша группа больных, которой сегодня дискуссия. Я прошу прощения, там эмоции, они просто для того, чтобы сконцентрировать внимание к этой проблеме. И я за полноценную хирургию. Я абсолютно, знаете, я, может быть, немножечко недосказал, да, я просто в этой аудитории, я знаю очень много великолепных хирургов, которые классно работают и выполняют операцию Виргейма. И на самом деле у нас в качестве этой хирургии намного еще мешает отсутствие там оборудования, хороших инструментов, хотя и вот об этом мы еще должны говорить. Но обратите внимание, вот у этой группы больных, а мы действительно после этого исследования, мы несколько сузили селекцию наших больных к этим операциям, потому что мы тоже боимся не очень благоприятных исходов. И, конечно, каждый рецидив – это проблема хирурга. Мы, к сожалению, теряем в этом отношении свое эмоциональное и физическое здоровье. Но смотрите, вот 2 сантиметра опухоли меньше 2 сантиметров. 13% – это метастатические есть проявления этого заболевания. Методика сигнальных узлов нам дает возможность ультрастодирования просить выполнить наших морфологов, и они дают нам более объективную. А это уже другой прогноз. Поэтому, конечно, вот обратите внимание, если говорить о раке шейки матки при сочетании с беременностью и при наличии метастатических измененных узлов, то уже опубликованные рекомендации по лечению этого заболевания, в них входит как раз-таки оценка статуса лимфатических узлов. При наличии изменений – это прерывание беременности и дальнейшее лечение. При метастатических неизмененных узлах возможно пролонгирование беременности. И вот данные рандомизированных исследований показывают, насколько статус лимфатических узлов ухудшает прогнозы течения заболеваний при беременности. Ну, а эта работа – одна из крупных работ, работа, которая сделана Аделей Федоровной. Она проанализировала большое количество больных в сочетании рака шейки матки при беременности. Пятилетние результаты показаны. И обратите внимание, насколько исходы заболевания ухудшаются при наличии метастатически измененных узлах. Не только сегодняшний случай будем обсуждать. Это случай, который наблюдала Аделя Федоровна, уже взрослый ребенок, наверное, уже школу скоро будет заканчивать. Первая B2 стадия – родоразрешение при 35 неделе к беременности, которое сопровождалось выполнением радикальной гистроктомии по методу Вергейма. При наличии N0 с последующим еще и адювантным лечением дали хорошие результаты и сохранение беременности, и сохранение жизни пациентки. Вот сегодня, наверное, одни из таких рекомендаций наших европейских коллег, Европейского общества гинекологов, онкологов. Они как раз-таки содержат при первой стадии, фокусируют на необходимость оценки состояния лимфатических узлов. При положительных изменениях – это прерывание беременности и стандартное лечение. При отсутствии метастатически пораженных лимфатических узлов, пролонгирование беременности, радикальное лечение. Вчера мы слышали мнение нашего профессора Манта, который говорил уже немножечко о уходе технологии трахелоктомии во время беременности, не показали никаких хороших результатов, ни функциональных, ни лечения онкологических результатов. Поэтому, конечно, отсутствие метастатических пораженных узлов – это основной пункт. Как мы можем с вами это увидеть? И мы с вами сейчас видели демонстрационный случай, где по данным обследования, УЗИ, МРТ, разностороннее заключение, но есть признаки лимфоденопатии. А это на самом деле имеет важное значение, поскольку это определяет определенный момент. Одним из более эффективных способов оценки состояния лимфатических узлов – это, конечно, гистологическая верификация. И на сегодняшний день существуют уже публикации, которые показывают возможность и безопасность лапароскопического доступа для получения материала, для оценки состояния лимфатических узлов. И в данной ситуации, конечно, лимфоденоктомия при беременности имеет свои особенности. Как правило, немножечко смещаются порты, дислоцируются выше. Размеры матки, безусловно, обусловивают технические сложности выполнения этой процедуры. Но принципиально полипозиционное положение операционного стола позволяет нам создать эргономические условия для выполнения этой процедуры. Обратите внимание, да, конечно, особенности – это карбоксиперитонеум, потому что это и беременность, это мы работаем в ограниченных. Обратите внимание, вот те лимфоаденопатические изменения узлов, которые были продемонстрированы по данным ультразвукового исследования. И вроде бы визуально, казалось бы, что можно уже говорить о том, что это метастатически измененные узлы. Как это в общей сложности произошло, мы будем немножечко позже об этом говорить. Но, может быть, не буду полностью весь видеоролик заканчивать, хотя он обрезан, и фактически при наличии беременности по большому счету возможно выполнение достаточно прецензионно объема тазовой лимфоаденоктомии. Вот так выглядит уже окончательный вид выполнения лимфодиссекции для этапа хирургического стадирования. И в последующем уже удаленные лимфатические узлы подвергаются гистологическому исследованию. И уже после этого обсуждается вопрос дальше ведения беременности. Единственное, уже хочу в конце, заканчивая свои комментарии, мнение свое, хочу сказать, что во время беременности размер матки, коллатеральная восклюризация могут, конечно, создавать условия для осложнений и обусловливать определенные технические сложности. Поэтому мы считаем целесообразность этой процедуры до 16-недельного срока беременности. Больше нам кажется это нецелесообразно, это усложняет, вернее, способствует осложнениям. Ну, поэтому вот здесь есть свои особенности. Спасибо. Спасибо. Игорь Викторович, можно вопрос, пожалуйста? Хотел бы сказать и пожелать, что перед тем, как принимать решение о методе лечения, всегда должен быть собран консилиум акушер-гинеколога, онколога, химиотерапевта и обязательности неонатолога и желательности юриста, чтобы не было каких-то потом проблем. Вот у этой больной, скажите, пожалуйста, было ли срочное исследование во время операции? Сколько лимфатических узлов было удалено и все ли лимфатические узлы были исследованы? Потому что мы знаем, что исследовать все, а в данном случае такой редкий случай. Спасибо. Сергей Георгиевич, я не хочу забирать информацию, которую подготовила наша команда. И эти данные сейчас будут приведены, потому что мы демонстрируем тот клинический случай, который имел место быть, и нам сегодня об этом, в отличие от предыдущего, спокойно говорить, потому что мы имеем большой уже период наблюдения за пациенткой. Но чуть-чуть попозже, если вы вот так дипломатично меня простите, я дам возможность все-таки... Ну мы давайте мнение тогда второго эксперта выслушим, Хохова Светланы Викторовны спросим. Да, я с удовольствием подержу дискуссию. Спасибо. Спасибо огромное. Ну и еще раз говорю, всегда нужно собирать консилиум и юридически его оформлять. Это абсолютно мы согласны. Более того, у нас несколько есть в нашем арсенале вот таких наблюдений, и, безусловно, это удел нашего мультидисциплинарного консилиума в нашем центре. Продолжение следует...